Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги Премудрости Соломоновой, 17 глава. Пророк возвещает суды Господни над непокоряющимися народами и говорит о наказании, постигшем Египет по причине жестосердия фараонова. «Велики и непостижимы суды твои, посему ненаученные души впали в заблуждение». Не потому впали они в заблуждение, что суды Господни непостижимы для человеческого ума, но они непостижимы для тех, кто не хочет их постигнуть. Для сидящих во тьме и сени смертной и не желающим приобщиться к подлинному свету бывает отдаленность этого Божьего закона реальностью, но не потому, что Бог есть Бог издалечия, Он есть Бог близ, как возвещает пророк в ином месте, но для них, по их собственному отчуждению, он становится бесконечно далеким. «Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла». Вот образ безбожников, вот образ язычества. Это пребывание в долгой, затяжной и страшной ночи, в которой пытаются, отчуждившиеся от Господа, скрыться от промысла Божьего в собственных домах. Очевидно, в этих словах безрассудство, прячущихся от того, от кого нельзя прятаться, кто наполняет собой все, который является везде, ни с чем не смешиваясь, по причине бесконечной отдаленности природы тварной от природы нетварной. Но укрыться, что за стенами своего дома, что под кровом своих костей или черепа, совершенно невозможно Богу явлены и сердца, и умы человеческие, и души их, и все дела жизни. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками. Святитель Феофан говорит, что жизнь человеческая подобна клубку ниток, которые все сохраняются от первого витка вокруг того ядра, на который они наматываются. И от того, что кажется, будто нижние нити сокрыты под покровом верхних, они из-за этого не перестают существовать. И когда-то весь клубок человеческой жизни будет раскручен, и не утаится ничто из прежде совершенного. Только покаяние, говорит Святитель Феофан, могут убелить, очистить те скверные, греховные, противозаконные действия, слова и помыслы человеческие, которые, как кажется, уже преданы забвению, но на самом деле продолжают составлять основание того клубка, предшествующие его слои, которые никуда не делись, а только прикрыты верхними нитями, верхними ее оборотами. И далее участь прячущихся — это смущение от призраков и устрашение от них. Неизбежно та пустота, которую претерпевает душа, лишенная, лишившая сама себя, благодати Божией — это замена в этой самой душе места Божьего теми призраками ужасающими, которые являются из области тьмы. Ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение и являлись свирепой чудовища со страшными лицами, как будто это написано не о древних событиях тьмы египетской, а о современных обстоятельствах жизни тех, кто отвратил сердце свое от Господа, ужасные звуки, среди которых развивается и думает найти себе какое-то наполнение жизни современный человек. Эти страшные чудовища, свирепые чудовища со страшными лицами, кругом лезут, изображения всяких вампиров, вепрей, каких-то допотопных чудовищ, населявших землю, или страшные демонические воплощения в образах очень популярных, особенно в дни демонических празднеств на вроде Хэллоуина и подобных ему. И никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи. Продолжается и в наше время звучание и слова евангельского, и проповеди церковной. Есть и объективные доказательства бытия Творца, хотя бы звездный покров над нами, которого вместе с Нрастным законом было философу Канту достаточно для того, чтобы принять и в бытие Божье и уверовать в Него. Но ничто из этого не бывает достаточным для добровольно помрачивших сердце свое неверием в Господа истинного. Являлись им только сами собою горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого, призрака, представляли себе видимое еще худшим. Это путь к унынию. Это причина полного мрака внутренней жизни для отступивших от Бога. Это крайнее чувство ужаса, навеваемое призраками и распространяемое на окружающую жизнь. Она вслед за этими миражами представляется еще худшей, так что человек уже никого и ничто не любит, во всем видит зло и развал, во всем видит угрозу для себя и отчуждение. Он поистину сознает себя заключенным в одиночной камере собственной шкуры по определению экзистенциалистов и людей сознает енотами, которые чем ближе друг к другу, тем больнее колят друг друга острыми иглами, произрастающими из них. Пали обольщение волшебного искусства и хвастовство мудростью подверглось по смеянию. Людям в подражании Творцу свойственно производить искусство, которое призвано прославлять Создателя, возвышать душу до свидетельств Духа, но отступившие от Бога и в искусстве оказываются жертвами обольщения, и создавая произведения искусства, и занимаясь волхвованием, ибо это означает словосочетание «волшебное искусство», они, хвастая своей мудростью, на самом деле обличали свое безумие. «Ибо обещавшие отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорной боязливостью». Так происходит и со всеми, кто претендует на ведение души человеческой. И психологи прошлого и позапрошлого века, взявшие на себя разъяснение человечеству, природы человеческой души, сами, будучи рабами тления и заблудшими от Света Господня путаниками, сами не могли, несмотря на то, что претендовали быть наставниками душ человеческих, анатомировавшими души до полного понимания того, что в человеке сами были безумцами. «И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать». Такое состояние некоторой паники, беспомощности против путей Господних бывает свойственно вероотступникам. Они видят в окружающем бытии непрестанную угрозу для самих себя. «Убоявшийся страха», — говорит царь Давид, «иде же небе страх?» «Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы». Таково свойство души человеческой — иметь на себе некоторый отзвук голоса Божьего. Совесть — одно из проявлений человеческого духа, которых три. — это поиск Бога, это свидетельство совести и страх Божий, который также свойственен и является одним из проявлений человеческого духа. Так вот, даже в тех, кто отвратился от Бога и не желает признавать Его, однако бывают атовизмы, остатки совести живы и душа, страждущая, которая всякая по природе своей христианка страдает невыносимо в свои страдания, преобразуя в различные еще более ужасные человека и богоненавистнические деяния и богохульства. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Воистину, оказываются безрассудными те, кто в расположении сердца своего не нашел к Богу благодарения, не нашел покаяния, не нашел упования на Него. Таким образом, он, думая себя установить чем-то значительным и противопоставить себя Богу, впадает в крайнее безумие, будучи квинтэссенцией праха от земли взятой в землю возвращающейся. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. Душа сильна надеждой. Это упование, к которому мы призваны, и вера в светлое Христово воскресение, последовавшее за крестом Христовым, является основанием всякой личности, является она и источником сил для преодоления всех тех скорбей земных, на которые надлежит нам по промыслу Божию препобедить, оставаясь на пути верности Господу. А вот оскудение в надежде неизбежно порождает и те ужасы, которые уже душе мерещатся, которые ее наполняют и которые уже определяют и действия человеческие. И они в эту истину невыносимую и из глубин нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Прекрасно описывает это состояние русская литература один из примеров романа Куприна «Поединок», где страдающий от безбожия и греховных пристрастий офицер, несмотря на свой некогда светлый ум и вводимый демонической гордыней, уже становится жертвой галлюцинаций своего какого-то патологического внутреннего мира, который приобрел для него полную реальность. Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» Ивана, страждущего от надменных мыслей своих о непринятии мира Божьего, не может согласиться с миром, который создал Бог, но не может отрицать о реальности бесов, которые уже становятся для него реальностью более ясно ощутимой, чем окружающая его жизнь. Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков? Это событие тьмы египетской, это и всегда продолжающееся пленение тех, кто не пожелал прибегнуть к имени Господню. «Был ли то земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы». Таким образом, и малые группы, и великие народы могут быть подобно одной личности, связываемой общим безумием. И нам известны целые цивилизации, являющиеся идолопоклонниками, являющимися попирателями имени Господня, на которых проклятие Божие распространялось во всем их обществе. «Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримая бега нескачущих животных, или голос ревущих свирепейших зверей, или отдающиеся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, повергало в расслабление». Таким образом, и Богом сотворенный мир со всем его многозвучием вместо убеждения в Господней премудрости и благости становился причиной еще большего ужаса и непринятия жизни, который ведет к совершенному самоубиению, к тем страшным последствиям, которым бесы радуются, когда человек, возненавидев самую жизнь, установленную и созданную Богом, для себя исходом благим, почитает только добровольную смерть. «Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостней тьмы». И так сами себе становятся нераскаянные грешники тяжелее той тягости, в которой представляется им погруженной окружающая жизнь. И тогда их удар последней ненависти бывает направлен против собственной жизни. Вот страшный образ того, к чему ведет путь безбожия. И эта тьма египетская, некогда призванная привести к покаянию фараона и слуг его, остается и для нас печальной реальностью современного мира, отрекающегося от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok